Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ Время новостей, в студии прямого эфира Антон Хатиновский. Ну а сурдоперевод осуществляет мой коллега Даурин Абдрасилов. С начала года экономика страны выросла на 4%. Итоги социально-экономического развития Казахстана и исполнения республиканского бюджета за январь 2024 года были рассмотрены на прошедшем сегодня первом заседании обновленного правительства под председательством премьер-министра Казахстана Ожаса Бектенова. Как сообщил министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, лучшие показатели отмечаются в сферах строительства, транспорта и складирования, информации и связи, а также обрабатывающей промышленности. Так, в частности, рост сельского хозяйства составил почти 12%, а строительство около 13%. Ожас Бектенов обратил внимание на низкий рост инвестиций в основной капитал, который за январь составил всего 0,6%. При этом в области ЖТСУ темпы роста инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли практически до 106%. Стоит отметить, что край ЖТСУ занимает лидирующие позиции не только по инвестициям, но и по развитию сельского хозяйства. В целом по стране с начала года рост ВВП составил 6%. Также в ходе заседания Кабмина был рассмотрен вопрос о денежно-кредитной политике страны. Так стало известно, что хотя инфляционный фонд сохраняется, в целом годовая инфляция замедлилась до 9,5%. Сдерживание роста цен также остается приоритетной задачей для правительства. В этом году стоит задача удержать инфляцию в коридоре 6-8%. Для этого госорганы должны обеспечить качественное исполнение комплекса мер по контролю и снижению инфляции. Важно усилить финансовую дисциплину, исключить непродуктивные расходы и повысить эффективность расходов государственных бюджетов в целом. Хочу еще раз подчеркнуть, нам следует приложить максимальные усилия, чтобы обеспечить высокий темп ростой экономики. Каждый министр и аким региона несут персональную ответственность за достижение поставленных целей. Новые министры Республики Казахстан принесли присягу. На первом заседании правительства в обновленном составе под председательством главы Кабмина Ужаса Бекенова прошла церемония принесения присяги четырьмя новыми главами министерств. Это заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, министр финансов Мадита Киев, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Азинов и министр здравоохранения Акмарал Альназарова. В присутствии коллег каждый из них дал клятву на верное служение своему народу и своей стране. Перед народом и президентом страны торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей родины, Республики Казахстан. Строго соблюдать конституцию и законы государства. Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости гражданского, межнационального и межконфессионального согласия. Верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом обществе. Пример единства и сплоченности члены Ассамблеи народа Казахстана будут выезжать в отдаленные села области ЖТСУ и проводить профилактические встречи с подрастающим поколением. План мероприятий на ближайшее время был обсужден сегодня на заседании представителей этнокультурных объединений с руководством управления общественного развития и сотрудниками учреждения Кохамдеккельсим. Вот уже почти 30 лет Ассамблея народа Казахстана ведет работу по сохранению традиций и культуры разных этносов и укреплению мира и согласия в нашей стране. Специальные пропагандистские группы будут рассказывать школьникам и студентам региона о деятельности этнокультурных объединений и на ярких примерах показывать единство и сплоченность народа. Такая разъяснительная работа будет проведена в дальних аулах Каратальского, Коксусского, Алакольского и Панфиловского районов. Сегодня мы собрались этнокультурными организациями в здании Дома дружбы в целях обсуждения медиаплана Ассамблеи народа Казахстана. Задачи ясны. Это в основном работа по профилактике среди населения в целях недопущения каких-либо предпосылок межэтнической розни. На первом месте это у нас стоит. Второй вопрос – это многие районы хотят тесно работать с областью. Мы намерены обеспечить вот этот контакт, мост с районами. Успешный бизнес, успешный регион. Более чем на 320 миллиардов тенге промышленной продукции произведено в области ЖТСУ в прошлом году. Привлечено инвестиции на 350 миллиардов тенге в рамках национального проекта. По развитию предпринимательства одобрено 357 проектов, а также введено в эксплуатацию 14 новых и расширено 5 действующих производств. Такие итоги индустриального и национального развития области были подведены на брифинге с представителями СМИ. Чем еще ознаменовался прошедший год для сферы бизнеса и какие планы намечены на год нынешний, узнаем из материалов нашего следующего сюжета. ЖТСУ – динамично развивающийся регион. Большой вклад в экономику края вносит сфера предпринимательства. На сегодня в области действует 540 промышленных предприятий, которыми за прошлый год произведено продукции более чем на 320 миллиардов тенге. Таким образом, план выполнен на 104%. В текущем году планируется увеличить объем производства как за счет действующих предприятий, так и благодаря запуску новых. Наряду с этим в регион активно привлекаются инвестиции. С начала образования области реализовано 86 проектов с созданием более 2000 рабочих мест. В целом до 2030 года сформирован инвестиционный портфель, который содержит 208 проектов. У нас есть пул проектов на 2024 год. Интересные проекты имеются. Что касается этого по развитию ВИА. Я останавливался, что на реке Кура у нас планируется издача каринского ГЭС. Также на этот год у нас запланировано реализация ряд проектов на свободной экономической зоне СЭС Восточные ворота, а также в МЦПС Харгос. По пулу проектов у нас в целом на свыше 1,2 триллиона тенге. 2030 года имеется пул проектов. В области создаются благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса. В рамках национального проекта по развитию предпринимательства в прошлом году одобрено 357 бизнес-идей на общую сумму практически 15,5 миллиардов тенге. В этом году планируется профинансировать 364 проекта. Как отметил руководитель управления предпринимательства, с текущего года есть определенные изменения. Так отныне получить безвозмездные гранты смогут только социальные предприниматели. Кроме прочего, большое внимание уделяется развитию сферы туризма. Один из таких крупных проектов у нас – это побережье озера Балхаш, как туристская рекреационная зона, 16 километров. Туда у нас сегодня закончена дорога 27 километров от села Лепсет до озера Балхаш и выделено 2,2 миллиарда тенге на ИКС в этом году. Также мы определили три точки придорожного сервиса. Имеется ряд моментов, где необходима реализация проекта, где может быть останавливаются автобусы, большие грузы, заправочные станции. Благодаря проводимой работе в прошлом году область ЖТСУ посетили 2 миллиона туристов. Также увеличен и товарооборот зарубежными странами. В целом объем торговли в регионе составил 670,5 миллиардов тенге. В текущем году планируется открыть еще 84 объекта торговли с привлечением 4 миллиардов тенге. Надежда Белова, Багдаулет, Багдатулы, телеканал ЖТСУ. 600 миллионов киловатт именно такой объем электроэнергии был выработан в области ЖТСУ в прошлом году. По прогнозам специалистов, в текущем году этот показатель увеличится. В Сарканском районе ведется строительство двух гидроэлектростанций, запуск которых позволит ежегодно получать 78 киловатт-часов электроэнергии. И тему продолжит наш корреспондент. Строительство гидроэлектростанций на озере Баскан началось пять лет назад. 70% запланированных работ уже практически завершены. Согласно рабочего проекта, новая ГЭС будет вырабатывать достаточное количество электроэнергии. Возведение подобной станции ведется и близ села Екаша. Запуск этих стратегически важных объектов запланирован на лето текущего года. Две ГЭС за год вырабатывают электроэнергии на 55 миллионов киловатт в час. Ежедневная подача составляет больше 10,5 мегаватт. Если в регионе будут подключены все эти три ГЭС с годовой выработкой 23 миллиона киловатт и суточной мощностью 4,4 мегаватта, то общий объём вырабатываемой электроэнергии составит 16 мегаватт. В настоящее время в строительстве ГЭС задействовано 250 человек. Её завершение, а также тестирование электростанции запланировано на июнь текущего года. Тогда же будут приняты на работу прошедшие специальную подготовку 25 местных жителей. Помимо этого обязательства, компания должна соблюсти и ещё одно. Оно касается уровня воды в реке и объёма её потребления. Ведь от этого зависит быт сельчан. У нас оговорено с руководством компании, что ГЭС будет использовать только 50% воды. Когда в селе будет наблюдаться нехватка воды, а обычно это происходит в зимнее время, ГЭС не будет использовать её. Всего мы выдвинули 7 требований, из них 70-80% выполнено. После реализации этих двух проектов в районе появится 5 ГЭС. Кроме того, Баскан Пауэр планирует построить четвёртую станцию. Также в Черкасском сельском округе сейчас ведутся переговоры с компанией ТООМ-ТИК. Они планируют большой проект мощностью 15 мегаватт с инвестиционной стоимостью от 8 до 15 миллиардов. В этом году на реках в Куксусском, Ескельдинском, а также Сарканском районах будут построены малые ГЭС. А в ближайшие два года планируется запустить ещё 7 электрогенерирующих объектов. Гульмира Тимиргалеева, Ернур Медед, Рахат Ахмадиев, телеканал ЖТСУ, Сарканский район. Чисто-чисто. Мини-завод по производству бытовой химии запустили в области ЖТСУ. Предприниматель из Талдыкургана открыл цех по изготовлению моющего средства. В сутки здесь производится одна тонна готовой продукции. Однако при необходимости и большом спросе мощность производства может быть увеличена в 10 раз на предприятии. Побывала наша съёмочная группа. Житель города Талдыкурган Тока Каркин, вернувшись на историческую родину, решил начать собственное дело. Изучив рынок, молодой человек пришёл к выводу, что необходимо заняться изготовлением такой продукции, которая всегда будет пользоваться спросом. Так появилась идея открыть производство бытовой химии. Я всё тщательно изучил, познакомился с тонкой системой ведения бизнеса. Специалисты палаты предпринимателей помогли составить бизнес-план и сопровождали проект. Я приобрёл в Китае необходимое оборудование и арендовал подходящее помещение. Я думаю, что у этого бизнеса большое будущее, ведь моющие средства нужны всегда. Поэтому их производство очень выгодно. Установив три современных автоматизированных станка, предприниматель наладил производство четырёх видов продукции. Здесь изготавливается жидкое мыло для стирки, мытья посуды и автомобилей. По мнению специалистов, ароматизированный экологичный продукт безопасен для кожи рук. Бытовая химия быстро удаляет пятна, сохраняет цвет. Стоит отметить, что производят здесь не только сами моющие средства, но и тару для них. Пластиковые бутылки, как и основной продукт производства, изготавливаются из местного сырья. Это пластик, наше сырьё. Его мы засыпаем в это устройство, которое внутри нагревается и расплавляет эти шарики. А в другом месте мы закладываем форму под нужную нам тару. Жидкий пластик попадает туда и вливается в эту форму. Затем из аппарата выходит готовая тара. Сейчас на предприятии трудится четыре человека. Но в ближайших планах предпринимателя, вложившего в собственное дело 50 миллионов тенге, расширить производство и штат сотрудников. Это станет возможным при определенной государственной поддержке. Если будет возможность, будем расширяться. Было бы замечательно. Если бы у нас было своё здание, так аппарата за аренду помещения дело затратное. Для строительства завода нам нужен замельный участок. Надеемся на поддержку государства. Обещали помочь. Но пока точные сроки, когда это будет неизвестны. Сегодня в цеху изготавливают одну тонну бытовой химии в сутки. Но при увеличении спроса есть возможность производить до 10 тонн моющих средств. На данном этапе предприятие налаживает торговые связи. А пока готовая продукция реализуется в городах Талдукурган и Алматы, где уже пользуются хорошим спросом. Надежда Белова, Нуржан Касабулатов, Женис Абдрешев, телеканал ЖТСУ. В областном центре состоялась лекция «Концерт Жиргинын Тубины Теренбойла», на котором представители интеллигенции, поэты и писатели поделились своими мыслями о проблемах современного общества, а также опираясь на слова назидания Абая Кунанбаева. Предлагали подрастающему поколению и представителям СМИ, которые выступали в качестве слушателей, пути решения каждого понятного вопроса. Деятели культуры ставят перед собой цель пропагандировать оригинальные произведения искусства, песни, стихи и культурно-духовные ценности для молодежи. Также ими был проведен анализ смысла песен и стихотворения Абая Кунанбаева. Стоит отметить, что в рамках проекта будет дана информация о модернизации, изменениях и реформах в стране в формате интервью и лекций концертов, соответствующих идеалам концепции справедливого Казахстана. Тема сегодняшней лекции – это название одной из песен Абая Кунанбаева. Используя слова назидания, мы смогли обсудить много немаловажных астросоциальных тем. Я думаю, что мы смогли реализовать основные направления политики нашего президента Касымжаморта Тукаева. И в рамках мероприятия также обсудили концепцию справедливого Казахстана. Помимо этого, мы объяснили подросткам идею формирования национального самосознания. Абай Кунанбаев – великий человек и культурный деятель. Он является настоящим самородком и сокровищем всей нашей республики. Его слова назидания остаются актуальными даже спустя такое огромное количество времени. Его творчество помогло большому числу каустанских граждан в познании себя и этого мира. Абай Кунанбаев является примером выдающегося просветителя, поэта и культурного деятеля, как для наших соотечественников, так и для жителей иностранных государств. Авария с тремя автобусами произошла в Алма-Аты. Нападение на девушку попало на видео в Астане. Курение в лифте обошлось по владарцу в 55 тысяч тенге. Сразу три автобуса и одна легковая машина столкнулись сегодня утром в Алма-Аты. Водитель маршрута номер 54, следуя по проспекту Раимбека в восточном направлении, допустил столкновение с ехавшим впереди автобусом маршрута номер 133, а также автомашиной марки «Део Нексия». В свою очередь, 133-й рейс по инерции столкнулся с ещё одним автобусом маршрута номер 88, который следовал попутно. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Три общественных транспортных средства, участвовавшие в ДТП, принадлежат частным перевозчикам. В Астане неизвестный мужчина напал на девушку на безлюдной улице и начал её душить. Произошедшие запечатлели камеры видеонаблюдения. Отметим, что инцидент произошёл в минувший понедельник. Правоохранители столицы уже прокомментировали ролик. Департаментом полиции Астаны начато досудебное расследование по факту грабежа. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. О состоянии девушки, пострадавшей от грабителя, не уточняется. По Владаре мужчина закурил, пока ехал в лифте. По заявлению жильцов дома ему выписали штраф. Действия правонарушителя создали неудобства жильцам и могли повлечь серьёзные последствия. Личность мужчины установлена. Им оказался 27-летний житель Экибастуза. За употребление табачных изделий в местах, в которых законодательством Республики Казахстан установлен запрет, нарушитель привлечён к ответственности и подвергнут штрафу в размере 15 МРП. Лаура Искакова по материалам интернет-ресурсов. Подросток погиб во время стрельбы в метро Нью-Йорка. Пепел на высоту 3 километра выбросил вулкан в России. Мощный пожар уничтожил крупнейший аквапарк в Швеции. Подробности в сегодняшнем выпуске из зарубежных новостей. В ночь на понедельник в районе станции Маунт-Иден в Бронксе в вагоне метро возникла перепалка, в результате которой неизвестный открыл огонь. В результате инцидента погибла девочка. Подросток получил ранение в голову. Уточняется, что очевидцы слышали более 10 выстрелов. Также известно о ещё пяти пострадавших. Вулканологи зафиксировали пепловый выброс на вулкане Эбека на острове Парамушир Большой Курильской гряды. Отмечается, что Эбека расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана 1156 метров. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения. Крупный пожар произошёл в недостроенном крупнейшем аквапарке в Швеции. Сообщается, что здание полностью охвачено огнём. Объявлен режим ЧП. Сейчас ведётся работа по локализации огня, а также выясняются причины его возникновения. За помощью обратились 12 человек с лёгкими травмами. Лаура Искакова по материалам интернет-ресурсов. В этом году исполняется ровно 35 лет. День вывода советских войск из Республики Афганистан. Этот период времени запомнится народу воинскими подвигами солдат. В честь памятной даты в областном центре состоялся республиканский турнир по сурдо-греко-римской и вольной борьбе. Соревнования будут длиться три дня, по окончании которых жюри определит лучших юниоров. Подробнее в нашем следующем материале. Дворец спорта «Жастар» распахнул свои двери для ста юниоров с нарушениями слуха из восьми регионов нашей страны. Юные спортсмены принимают участие в республиканском соревновании по сурдо-греко-римской и вольной борьбе. Каждый из них долго и упорно готовился, чтобы продемонстрировать оточенные навыки на масштабном турнире. Молодым людям предстоит состязаться в десяти разных весовых категориях. Также специалисты отмечают высокий уровень организации мероприятия. Я занимаюсь борьбой уже восемь лет и за все это время несколько раз становился чемпионом. Так, в 2023 году я занял второе место на чемпионате Адзии. Впереди у меня еще много усердных тренировок. Я упорно занимаюсь каждый день, чтобы одержать победу на международном турнире, который пройдет уже этой весной. Чемпионат посетили и ветераны Афганской войны, которые оказали поддержку каждому юниору. Напомним, что всего в области ЖИТСУ проживает около 700 ветеранов и 300 из них в городе Талакурган. По словам специалистов, подобные мероприятия вносят большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, которое никогда не должно забывать о том, через что прошлось пройти советским солдатам, чтобы их дети и внуки могли жить под мирным небом. Здесь присутствуют ветераны Афганской войны, многим уже за 60 лет, а самым молодым чуть ли больше 50. Мы совместно с ними обещаем школы нашего региона. Всего за месяц мы провели обучающие лекции в 29 среднеобразовательных учреждениях. Наша цель – не дать забыть подросткам о подвигах и предках, сделать их примером для каждого молодого человека. Стоит отметить, что ветераны также проводят уроки мужества, которые поднимают патриотический дух подрастающего поколения. Стоит отметить, что данные соревнования являются для юниоров подготовкой к предстоящему международному турниру. По завершению республиканского этапа победители будут награждены медалями и денежными сертификатами. Праздничные мероприятия, приуроченные к 35-летию вывода советских войск из республики Афганистан, продолжаются. Так, в Кирбуласском районе был организован волейбольный матч в честь памяти одного из героев военных событий Асхата Касенова, который также является почетным гражданином района и обладателем ордена Айбын второй степени. В этом спортивном состязании за звание лучших соревновались 16 команд Кирбуласского района. Однако победу одержали спортсмены из села Сарезек, которым были вручены денежные сертификаты и грамоты. Специалисты также отмечают, что мероприятие было организовано с целью пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения и воспитания молодежи в духе патриотизма. Такова была информационная картина дня сегодняшнего. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания!